Здорово бойцы, с вами как всегда пламбер и сегодня новый видосик. Вчера ко мне обратился один из моих подписчиков и попросил о помощи. Данная помощь заключается в том, что человека бросили на аккаунт. И, к сожалению, это бывает часто, друзья, так как я сам с этим сталкивался. В конце видео вы увидите, как это все происходило и какие решения мы все-таки сделали. Почему мы? Потому что обратился он не только ко мне, а также к другому блогеру, хорошему моему знакомому фестивалю, друзья. Ну, а прежде чем мы поговорим о данной теме, многие спрашивали. Пламбер, с чем ты играешь в рейтинге? Расскажи, какое оружие у тебя стоит? И как можно нагибать очень даже хорошо? Друзья, ну, у меня стоит ЛК-24. Скинчик мне понравился с боевого пропуска. Я немножко изменил модули и тем самым мне очень даже залетело это оружие. Потому что, ну, уже надоело играть и на М4, и на 117, и на КН-44. Тем более, что КН-44 стал, ну, немножко хуже, чем в прошлом сезоне, и уж мало кто им играет. Ну, может, я ошибаюсь, друзья. Пожалуйста, отпишите в комментариях, кто еще играет на КН-44. Ну, а так вот уже много я замечаю, что разное оружие используют в рейтинговой сетевой игре. И на самом деле это хорошо, так как я сам до ЛК-24 играл на РУС-79. Ну, друзья, очень даже годное оружие. Также вы можете посмотреть, как я играл и какие весы я его ставил. Ссылочка на видео будет в описании. Ну, а тем самым, друзья, мне ЛК-24 очень залетел. По параметрам я везде вывел на средний уровень, для того, чтобы хотя бы немножко было передвижение. Так как, учитывая, что это штурмовая винтовка, это не ПП-шка. ПП-шку можно разогнать даже хорошо. Ну, и штурмовую винтовку можно разогнать, но тем самым мы потеряем и точность, и стабильность оружия. Вот, потому я поставил вот такие обвесы. Вы сейчас смотрите на экране. Вот такие вот у меня обвесики на ЛК-24. Им не понравился он. Классное оружие, друзья. Можно как-то разнообразить свои игровые будни. Отпишите в комментариях, с чем играете вы. Ну, а мы давайте, друзья, перейдем к главной теме. А тема у нас, как бросили моего подписчика и как пытались бросить меня на бабло. Итак, давайте начнем с меня. Где-то 2 или 3 месяца назад ко мне обратился человек и спросил, не хочу ли я купить аккаунт. Я не стал уточняли, где он меня нашел, как он меня нашел. В принципе, можно понять где-то в группе, где-то в беседе. Мы, что довольно-таки часто общаемся с теми же подписчиками и нас легко, в принципе, найти. Но мне на тот момент, на тот, мне нужен был аккаунт именно для стримов. У меня была такая идея для стримов отдельный аккаунт. Что-то так паянуло. Я такой заинтересовался. В принципе, потом меня что-то тормознуло. Как-то такая неуверенность. И человек попросил сделать пост в данной группе, в моей группе ВКонтакте. Где я иногда выкладываю годные новости. Ссылочка в описании. И мы как бы с напарником по группе так-то общались. В принципе, неплохой аккаунт. Как-то может быть и купить. Ну, не знаю. В общем, короче, меня тормознула эта идея. Причем мы загнали цену до 500 рублей, я помню. И как-то меня вообще уже поднапряло. Думаю, так на легкости. Он мотивировал тем, что нужны деньги, некогда играть и так далее. И эту тему мы тормознули. Буквально прошла неделя и ко мне обращается второй человек. Откуда он взялся, я не знаю, друзья. И предлагает мне аккаунт уже поярче, но за 4,5 тысячи рублей, друзья. И тут опять же мы сошлись на тысячи. В принципе, мне было интересно такой диалог провести и посмотреть, чем это закончится. Дальше я предлагаю вам послушать, что же он мне говорит. Слушайте, аккаунт мне интересует. Здарова. Ну, слушай, там, короче, Activision и Facebook удален. Игра удалена. Потому что, ну, сам, конечно, я при покупке, как бы, Facebook-то можно восстановить, любой человек может восстановить. Соответственно, я удаляю игрушки. Человек уже не смог восстановить. Вот. Основная Activision. А скрины сейчас скину. Ну, так, если заинтересует, могу в Дискорде демонстрацию включить, показать тебе аккаунт нормально. Второй еще раз. Слушай, короче, мне нужны очень сильные бабки. За рубль возьмешь ты аккаунт? Братан, короче, есть вариант. Я сегодня могу продать аккаунт тебе хороший. Ну, дешевкий. Это есть Дискор? Блин, я понял. Я тебя услышал. Нужен хороший аккаунт за копейки отдам. Ну и, друзья, вашему вниманию предлагаю ту самую ситуацию, с которой ко мне и к фестивалю обратился подписчик, и как Димон ее решил. Ссылочка на фестиваль будет также в описании, друзья. Ну, а я вам напоминаю, если, друзья, вам некуда девать бабло, пожалуйста, отсылайте мне, донатьте фестивалю, и мы эти деньги просто-напросто пустим в конкурсы, розыгрыши, в турниры. Так что будьте умнее. Я вам еще раз говорю, даже если вам отдадут тот же фейсбук. Но откуда вы знаете, куда привязан фейсбук? Фейсбук, по-моему, если я не ошибаюсь, можно зарегистрировать либо на телефон, либо на ту же самую почту. Так что это не факт, что данный аккаунт не вернется владельцу в следующий раз. Короче, Дим, этот чел утром где-то в час, ну, в середине дня, в час-два утром дня написал мне, а купить хочешь аккаунт? Я такой, ну да, так как я интересовался аккаунт именно у многих и хотел купить аккаунт просто, чтобы был второй. Вот. Он мне сказал цену, все сказал, прошел какой-то диалог. Вот. Потом, он, цена была 2000, но я сторговал до 1200. Он мне скинул видос с аккаунта. Я сразу почуял подвох, то что очень жирный аккаунт попался за 1200 всего. Хотя такие аккаунты стоят по 10 тысяч. Но я думал, это Никиток, он так все говорил, обосновал. Типа, в армию ему надо завтра. И типа, он аккаунт продает срочно. Ну, я и повелся, как баран тупой. Вот. В итоге, о, я ему скинул сумму. Он, короче, начал не выходить на связь. Просто начал обновить и кинул меня в ЧС. Я начал писать во все группы по колде, чтобы кинули ему страйк, репорт, бан, короче. И, ребята, молодцы. Спасибо им большое. Кинули ему репорт многие. Ну, я вам, друзья, желаю всем крепкого здоровья, только побед и не участвовать в данных мероприятиях. С вами был Пламбер. И все ссылки я укажу в описании и также на нашу группу ВКонтакте. Пока-пока. Я, короче, написал всем его друзьям. Скинул все фото, видео, вообще все пруфы. Я нашел немножко друзей в других соцсетях. Я нашел в Одноклассниках. Я всем все скинул. Вот, у меня в ВК переписки, наверное, с людьми человек, наверное, ну, 12. Вот, все-все поняли. Короче, братан уебал чувака так, что он удалил страницу ВК. Потому что его стали долбить его друзья. Вот, и там доходило до того, что все, что происходило, получат родители, мамы, папы, сестры, блядь. И все-все-все-все-все. Вот, ну, я ему напоследок кинул данные этого пацаненка, и я сказал, говорю, верни деньги. Ну, чисто по-человечески. Верни деньги, и к тебе нет никаких претензий. Чувак снес страницы здесь в Одноклассниках, и его стали долбить его друзья. И, короче, блядь, я думаю, что чувак уже пожалел, что он все это сделал. Нет, первого нашего другого бойца подбили. Ладно, сними видос, реальная игра с подписчиками. Ну, зря. Как ты представляешь, какой-нибудь видосик, когда у меня два килла сахаркуда, и то случайно. Нет, не закончат, классно. Ты ни хрена не снимаешь. Я слиняю. Я слиняю. Я слиняю. Я не думаю, что ты не отдохни в борту. Ж ez я не еду.